Продолжение следует... Наши инженера разработали специальный электрод. Электрод Зеллер-655. Создан, чтобы удовлетворить самые высокие требования к сварке и наплавке. Он необычно устойчив к образованию трещин, когда сваривают такие стали, как высокоуглеродистую, высокопрочную, инструментальную, пружинно-рессорную, марганцовистую сталь. И все эти стали между собой. То есть 90% всех основных типов стали одним электродом. Благодаря хорошей устойчивости к коррозии, износу металла-металл и высокому пределу прочности, Зеллер-655 находит применение при ремонте и восстановлении деталей машин и механизмов. А именно, восстановление зубьев шестерен, наплавки посадочных мест под подшипники, соединение разнородных, неизвестных и трудно свариваемых стали. И мы это все сейчас увидим. Для того, чтобы понять, что это за электрод такой, давайте сварим что-то такое несвариваемое. Давайте попробуем сварить, к примеру, инструментальную сталь, напильник к стали. К примеру. Вот это. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... При использовании стандартных сварочных материалов напильник бы уже лопнул. Обратите внимание на самоотделяющийся шлак. А теперь обратите внимание, что после сварки деталь не повело. Все прекрасно знают, что при сварке двух сталей при остывании появляются усадочные напряжения, которые сжимают две пластины и металл уводит. У этого материала минимальные поводочные напряжения, а значит вы можете использовать данный электрод при сварке металлоконструкции, где угол очень важен. А теперь давайте попробуем его на излом, проверим его прочностные характеристики. Вот сюда вот, молотком прихватить и молотком. Прихватывай тем же? Прихватывай тем же? Да, да. Он очень прочно. Только так, чтобы можно было потом болгарочкой. Легкий первичный и вторичный поджиг. Видно на видео. Видно на видео. Видно на видео.